Продолжают плюсы идти. Похоже, что нас много сегодня. 529 человек уже есть. Прекрасно. Сейчас еще подойдет, я надеюсь. Так, много плюсов. А где города? Новополоцк, Москва, Москва, Ишимбай, Казань. Некоторые города проносятся, не успевают считать, улетают вниз. Киев, Москва, Одесса, Сестроверс, Сургутск, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск. Ну, в общем, чувствуете, да, что весь мир с нами. Нижний Дагил, Дмитрий Петровск, Воронеж, Новороссийск, Самара с тремя восклицательными знаками. Прекрасно. У меня к вам следующий вопрос перед началом. Давайте немножко познакомимся, чтобы вы поняли, кто с нами. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кто был на предыдущих наших мероприятиях каких-то или бесплатных, или платных. Просто поставьте сейчас плюсы в чат. Очень интересно, сколько у нас новых людей, а сколько постоянных слушателей. И также, если вы смотрели предварительный ролик, который мы вчера вам рассылали, то пишите ролик плюс. Тоже важно понять, смотрел ли кто-то его, этот интереснейший ролик. Так, все, значит, большая часть была, что ли, получается. Что же мы? Мы снова вместе с вами. Мы рады вас видеть. Уже почти 600 человек. У нас прекрасно. Итак, у нас сегодня тема одиночества. И факт, что никто не хочет быть одиноким. Тем не менее, многие из нас одиноки. И сегодня мы обсудим, что же делается в этой ситуации. Как вы, если вы смотрели ролик, который мы вчера рассылали, из лекции Олега Геннадьевича, отрывок, то вы помните, что одиночество не нужно принимать. Никто не может быть одиноким. В этом мире особенно женщины. Сейчас Олег Геннадьевич где-то в течение часа расскажет о том, раскроет эту тему. После этого я вам расскажу о нашей новой программе. И после этого мы ответим на вопросы, которые будут. И сейчас я передаю слово Олегу Геннадьевичу. Буквально несколько секунд мне нужно на переключение. Камера, микрофона. Итак, Олег Геннадьевич, мы в эфире. Начинайте, пожалуйста. Я рад видеть тех, кто присутствует непосредственно на лекции. И рад чувствовать тех, кто со мной связан незримой связью. Я также чувствую, что все эти города влияют на меня. Люди слушают. И хочу сказать, что это совсем другой формат подачи материала. Не как я читаю на лекциях. Это скорее образовательная программа, нежели развлекательная. Поэтому песен не будет. И танцев тоже. И будет все очень четко, конкретно рассказано. Другими словами, материал будет тот же самый объем. Такой же, как всегда. Но будет более кратко сказано, чтобы у вас все по полочкам раскладывалось. Сегодня я дам обзор по всем трем остальным дням, которые будут проводиться. И буду кратко освещать каждый вопрос. Потом вы по этим вопросам можете задать свои вопросы. И желательно не задавать на какие-то отвлечённые темы, кроме того, что мы будем сейчас с вами обсуждать. Тема победы над одиночеством. Мы взяли семь каких-то основных пунктов, которые мы будем серьёзно изучать. Первый пункт — это одиночество как признак недостаточно духовного развития является главным пунктом. То есть если человек не развит, соответственно, он не может претендовать на счастливую жизнь. Второй пункт — это одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Важно понять, что часто люди заблуждаются, просто не понимают, как правильно знакомиться, как правильно строить отношения, поэтому они остаются одинокими. Следующий пункт — это одиночество, исходящее из тяжёлой судьбы, которое, в принципе, преодолевается просто с помощью духовной практики. И не надо его воспринимать как домохлот меч, как обречённость, просто нужно знать, что делать, чтобы преодолеть его. Следующий — это одиночество, происходящее из непонимания, как построить отношения. Нужно просто это понимание получить, мы об этом будем говорить на третий день наших лекций. Одиночество как скрытое или явное нежелание с кем-то делить свою судьбу. Тоже важная тема, обычно, современного общества, современного понимания вещей. И четвёртый день у нас будет победа над одиночеством. Это техника молитвы, которая очень сильно помогает победить одиночество. И ошибки, совершаемые в духовном развитии человека. Вот такие темы, которые мы с вами будем обсуждать. Первая тема — одиночество как признак недостаточно духовного развития. Одиночество, происходящее из невежественной жизни, заключается в том, что человек, когда он недоразвит душой, он в принципе не может быть семейным человеком. То есть невежество означает, что человек настолько замкнут внутри себя, он настолько сниженно имеет обмен и с людьми, и с Богом энергетический, что такой человек обязательно становится таким очень жёстким потребителем энергии людей, агрессивным потребителем энергии людей. Мужчина обычно ведёт себя очень агрессивно, жёстко, обидчиво, злится на людей, имеет какие-то трудности в половых отношениях. Обычно у него есть вредные привычки, такие как чрезмерное курение, спиртное, разврат, и часто бывает также теневой бизнес или в целом невежественная среда для общения, невежественная речь в виде мата, или человек просто имеет очень сильное неправильное чувство собственного достоинства, или он слишком гордый, или наоборот слишком ранимый и ущемлённый психически. То есть невежественные люди — это люди, которые не развиты как Личности, и эта неразвитость всегда приводит к таким вот жёстким проблемам, связанным с жизнью человека в целом, жизни в целом. Социум, который окружает такого человека, тоже неразвит. Варится вот в этой каше невежественной жизни, и невежественная жизнь означает, что нет успеха ни в чём. То есть, а если человек успешен, то он успешен в криминальной среде или успешен там, где также такие, как он, люди живут и развиваются, как могут. Для женщин невежество означает депрессия, означает сильная замкнутость. Также женщины могут иметь такие недостатки, как пьянство, курение, разврат, но это уже совсем никуда не годится. То есть для женщины такие привычки ещё хуже, более пахнут, влияют, чем для мужчины. Для женщин невежество также означает сильная обида, обида на то, что было, на какие-то прошлые отношения. Невежество для женщин также означает сильная гордость, надменное поведение, считание себя лучше любого мужчины, то есть очень завышенная самооценка, чрезмерная. Для женщин невежество также означает неспособность понимать, как строить отношения с мужчинами в целом. Некоторые женщины очень завышенные требования предъявляют мужчинам, которые никто не может выдержать. Некоторые женщины, наоборот, ведут себя униженно с самого начала, настолько, что мужчина теряет интерес к такой женщине. Другими словами, всё это идёт от недоразвитости души, потому что первым явным признаком недоразвитости души является неправильная работа чувства собственного достоинства. Именно эта неправильная работа является сутью невежества, потому что когда человек очень эгоистичен внутри себя, то это значит, что он находится на невежественной позиции жизни. По факту такую позицию имеют животные, то есть собаки, кошки, коровы, все они находятся вот в такой невежественной платформе, и они воспринимают себя как центр этой Вселенной. Им очень трудно понять, что есть другие какие-то интересы, кроме них. И фактически человек, который занимает такую же позицию, он просто, его душа, она ещё не знает, что такое, кто такой Бог, что такое внутренняя жизнь и так далее. Такой человек просто не хватает ему духовного развития. Он очень сильно замкнут на себе и поэтому несчастен. Дианущество, происходящее из страстной жизни, жизни в страсти, также является большой проблемой современного общества, потому что невежественных людей не так много, но страстных людей очень много. И страсть означает, что человек поддаётся на вот эту современную рекламу счастливой жизни, которая заключается в том, что надо иметь большую квартиру, очень высокооплачиваемую работу, какое-то суперсверхобразование, также очень хорошую машину идти, иметь одежду. Какие-то внешние факторы жизни превозносятся очень сильно, и человек думает, что без этого никак невозможно прожить, без этого невозможно быть счастливым. В результате мужчины просто теряются в страстной жизни, они чувствуют себя ущемлёнными. Потому что когда мужчина видит, что он не попадает под те требования, которые предъявляет ему общество, то он или перенапрягается, чтобы попасть под эти требования, и это предупреждение лишает его возможности создавать семью, или он просто ломается одной из двух, и то и другое приводит к одиночеству. Для женщины всегда такие повышенные требования к внешней среде, повышенные требования к одежде, квартире, машине и всё прочее означают, что она должна очень много работать, очень много учиться, чем женщины современные занимаются. То есть они тратят большую часть энергии и своей жизни на то, чтобы просто соответствовать тем стандартам общества, которые общество сейчас предъявляет человеку в страсти. Потому что это всё просто выдумки. На самом деле человек может жить счастливо совсем иначе, не обязательно следовать всем этим процессам, которые диктуются в современном понимании вещей. Естественно, что у женщины энергетический ресурс, он идёт или на личную привлекательность и красоту, и отношения, или он весь идёт в работу. Если у женщины ресурс идёт в работу, то, соответственно, мне не хватает сил создавать семью, мне нет внутренней возможности, она становится несчастной и, соответственно, одинокой. Потому что несчастные женщины никому не нужны. Все нужны счастливые, красивые, любимые. То есть это означает энергии. Это означает энергии, к которой привлекаются мужчины. Следующий вид одиночества, такой странный вид одиночества, тоже связанный с недостаточностью духовного развития, потому что почему люди, возвращаемся назад, живут в страсти? Потому что так работает их эгоизм. Если их эгоизм не очищен от неправильного представления о жизни, то они очень сильно настроены на внешнее счастье. По факту это также означает, что человек не имеет способности, возможности удовлетворяться внутренним миром, внутренней жизнью, испытывать счастье от гармонии с природой, с людьми, с Богом. Это значит, что приходится искать какие-то внешние радости, чтобы замещать эту нехватку внутреннего счастья. Таким образом, жизнь страсти также по факту означает недоразвитость души, недоразвитость души. Развитость души означает, что эгоизм работает правильно у человека, у него чувство собственного достоинства, направленная любовь к людям. И самая главная ценность для такого человека — это любовь. Любовь к природе, любовь к людям, любовь к Богу. Следующий вид одиночества происходит из того, что человек, в общем-то, живёт в благости. Но это интересный такой тип благости. Человек ставит свои достижения, интересы в отношении к самим собой выше, чем любовь. То есть человек вроде бы живёт в благости, но он очень сильно озабочен своим здоровьем, своим питанием, своей молитвой. А он сильно очень своим счастьем озабочен, постоянно думает об этом. И это означает им персонализм. То есть такой человек, по факту, он не сильно интересуется кем-то вокруг. Для него главный комфорт — счастье личное. он ищет личного счастья в правильной жизни. То есть если все люди вокруг питаются неправильно, он и обрезгует. Если все люди вокруг идут себя неправильно, он и обрезгует. Если все люди вокруг не приносят ему счастья, значит, они ему становятся неинтересными. Фактически это тоже эгоизм, только очень скрытый от глаз. Мне кажется, что человек делает всё правильно. Он настроен на то, чтобы думать о Боге. Он читает духовную литературу, такой человек. Он пытается без мяса, он не выпивает. Такой человек разговаривает вежливо. Но он всегда очень сильно реагирует на то, как все вокруг относятся к нему. И он всегда ищет только благостную среду. В храм он ходит для того, чтобы… Потому что там самое счастливое место. Поэтому по этой причине он ест также свечёную пищу, что это самая лучшая пища. Он ходит, ездит в святые места, потому что там хорошо общается с духовными людьми, потому что с ними лучше общаться, они хорошие. Таким образом, опять, это тоже эгоизм. Только эгоизм такой очень сильно скрытый от глаз. Человек, который не хочет отдавать свою жизнь кому-то ни было, никогда не может быть по-настоящему счастлив и жить в семье. Вот такой вывод. Следующая тема — одиночество, происходящее из неправильных представлений о судьбе. Вернее, возвращаемся назад к предыдущей теме. Когда человек выходит на уровень благости, в благости, в котором он хочет служить другим, женщина по-женски, мужчина по-мужски, и когда у него также есть такая возможность, потому что сейчас многие женщины по судьбе не имеют возможности жить без работы, им всё равно приходится давать силы и на труд. Но когда даже человек в этом случае, он целью жизни, женщина должна поставить любовь, мужчина должен поставить целью жизни личное совершенство на благо других, когда человек утверждается в правильных целях, становится развитым, ему обеспечена семья. Такого не может быть, чтобы он был развитым один. Развитых людей очень мало. Как только они появляются на горизонте, все люди обращают на них внимание. Они не могут быть просто, в принципе, одинокими. Одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Часто люди думают, что судьба формируется в результате наших мыслей, а не поступков. В результате появляются одинокие мечтатели. То есть, допустим, человеку хочется семья. Он постоянно мечтает о том, какой должен быть муж, какая должна быть жена. И вот в этих мыслях человек живёт, у него такой мечтательный вид. И когда он видит реального человека перед собой, он думает, нет, нет, это не мой человек. Это не мой, потому что мне положено другому. Это подтверждается также различными романами, в которых чётко как бы определено, он читает такой роман и видит, вот, человек мечтал о таком человеке и точно получил, точно такого же человека, как мечтал. Есть очень много различных замечательных историй, подтверждающих это, различных представлений, стихов и так далее. И когда мечтатели, они обычно поэты, они обычно читают это всё, изучают и укрепляются в той мысли, что им нужен именно такой человек, которым они мечтают. Но интересно заметить, что в жизни это фактически никогда не совпадает с реальностью. Допустим, мы мечтаем купить вот такой-то вид хлеба. Идём в хлебный магазин, приходим, этого вида хлеба нет. И что, вы останетесь голодным? Ясно, что вы купите другой вид хлеба. Это понятно, потому что голод не тётка. И человек, который не понимает, что жизнь то же самое, женщине нужен муж для того, чтобы прожать детей, уже пора. Уже голод в этом направлении развит. Но она, тем не менее, всё-таки мечтает о своём принципе. Почему? Потому что по факту она замуж не хочет. Она не голодная, она хочет оставаться одной. Вот в этом заключается тайная проблема всех людей, которые неправильно представляют свою судьбу. Они, в общем-то, жить в этой судьбе и не хотят слишком сильно. Они хотят вариться просто в своих мыслях. Они не хотят жизни. Мне нужна жизнь. Это означает недостаточно развитость разума. Потому что разум всегда действует. Это деятельная структура. А ум — это структура, которая хочет получить всё просто так. Если человек не развивает свой разум, будь то мужчина или женщина, несомненно, остаётся одиноким, потому что судьба посылает ему варианты. Но эти варианты не принимаются, потому что это же надо трудиться над собой, рядом с этим человеком. Нужно страдать, мучиться, а не хочется. Отсюда возникает следующий пункт. Одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Это несоответствие между желаемым и действительным. Часто люди желают одного, а действительно совсем другая. Например, если я хочу мужчину-вегетарианцев, насколько сокращается возможность выйти замуж? Потому что вегетарианцев по статистике населения сейчас всего не более 5%. Получается, что остаётся только 5% вариантов, из 95 отметаются. Хорошо. Я хочу вегетарианца, который ещё не пьёт. Не пьющих мужчин всего 45% населения, современного, допустим, в России. То есть 45% делим на 2, 5% вегетарианцев. Получается 2,5% из всей популяции мужчин. Ещё дальше разделить возраст, потому что есть молодые мужчины, моложе. Ещё на 2 делим, получается 1% всего вариантов, которые возможны. То есть количество из 100 мужиков один всего может иметь право на меня посмотреть. Но для этого надо быть такой красавицей, чтобы 1% всего мужиков падал в оморок из 100. Тогда есть какая-то гарантия, что из этого 1% ты выберешь всего себе того, что тебе понравится. Это реальность жизни, что мужчины часто более деградированы, чем женщины. Это связано просто с Конституцией, потому что у женщины с рождения психика более устойчива, чем у мужчины. Она обычно из страха, который является её природой, не действует неправильно. Она всё делает правилом всегда женщины. Мужчины, наоборот, склонны всё испытывать, испробовать, и поэтому, соответственно, они всегда неправильны. Дальше гиперответственность по поводу личной жизни. Часто люди, тоже мужчин больше касаются, они думают, «Так, я женюсь, а если не на той, то тогда что? Тогда всю жизнь страдать? Надо думать». И вот они думают. Так и в Америке в среднем 5 лет думают, прежде чем жениться люди. Это статистика. То есть они ходят и думают друг с другом. То есть они очень там, самая разумная нация на Земле, то есть они думают постоянно. Вот. У нас, конечно, меньше таких думальщиков, но в современной обществе тоже хватает, потому что люди сначала нагуляются, когда человек гулять начинает, одна девушка, вторая, третья. А мужчина, когда гуляет, он уже контактирует с нижними центрами психическими женщинами. В результате он оскорняется её недостатками. Такой мужчина, нагулявшийся, он не может видеть в женщине чистоту, а видит в ней всё плохое. И первый контакт с женщиной, он уже сразу, вот это я уже встречал. «Нет, такая мне не нужна с такими недостатками». А недостатки есть у всех людей. То есть нет женщины без недостатков вообще. У меня на лекции иногда мужчины встают, говорят, у меня у жены такой вот, такой вот, такой вот недостаток. Я потом говорю, поднимите руки женщин, там сидит тысяча человек в зале. У кого такого недостатка нет? Ни одна не поднимается. У всех есть. Так когда, тогда что у тебя, какие варианты вообще? Вот. И следующий вариант, также неправильное представление о судьбе, это безответственность по поводу личной жизни. То есть особенно бывает у мужчин. Если одинокие мечтатели — это женщины, несоответствие между вживаемым и действителем — это женщины, то гиперответственность по поводу личной жизни — это мужчины чаще всего. И безответственность по поводу личной жизни — тоже мужчины чаще всего. Ему уже 35. Ему говорят, «Ты чего не женился-то до сих пор?» Он говорит, «Ты чего, надо?» Ну то есть он ещё не понял, надо ему или нет. То есть он просто оживёт, там гуляет, если что-то понадобилось, ему секс понадобился, нашёл себе секс, сейчас это без проблем. Завались, как говорят, хватает возможностей, на каждом углу. Вот. И человек гуляет, гуляет, не женится. И его спрашивают, «Ты чего не женат-то до сих пор?» Он говорит, «Да чего и так хорошо, нормально, живём-бивём». Ну то есть человек уже там 40, и он начинает репчатать, думает, «Пора жениться». И вот, соответственно, брать замуж надо брать на 20 лет младше, на 15, чтобы родить смогла. Ну и так далее. То есть вот такие проблемы. А ей уже такой не нужен. Отгулявшийся, поручик Ильжевский такой, 40-летний, смотреть даже противно, не то, что замуж выходить. Вот это тоже такая же у нас есть картинка, которая бывает в жизни. Одиночество, исходящее из тяжёлой судьбы, здесь уже как Бог велел. То есть в прошлой жизни человек получает какую-то проблему. Например, у человека бывает или слабое солнце, то есть очень сниженная самооценка. На него смотреть-то страшно, не то, что замуж выходить. То есть мужчины обычно такие зачуханные, женщины обычно очень обидчивые. Два слова сказал, она сразу обижается. Или наоборот, очень гордый человек. То есть мужчина, когда очень гордый, женщины его боятся. То есть он ведёт себя так, что там она, допустим, ему что-то не то сказала, он сразу... Ну и тогда до свидания. То есть как можно с таким человеком жить? У женщины чрезмерная гордость означает, что к ней даже люди не подойдут. То есть она так выглядит, что... Бывают мужчины, бывают такие женщины, я спрашиваю, почему она... Она говорит, все говорят, что они до меня не дотягивают. То, что они до тебя не дотягивают, просто ты очень сильно себя оценишь, раза сильнее, чем человек может себя оценить в принципе. Это тоже означает неправильная работа Солнца. То есть эта энергия Солнца даёт человеку такую проблему. И это означает, что у него тяжёлая судьба. Очевидно, он в прошлой жизни заслужил такого отношения к себе. Холодная Луна означает, что... Или чрезмерно чувствительная. Означает, что отношения развиваются очень медленно, потому что человек не чувствует любви. Он говорит, у меня нет любви никому. Такие люди могут в принципе жениться, если и долго встречаться, общаться. Или наоборот, слишком чувствительная Луна означает, что человек хотел бы влюбиться, но чувствует, что будет трудно с этим человеком. И трудно практически со всеми. Означает сильно чувствительная Луна. Сильно чувствительный Марс у женщины означает сильную обидчивость или такая агрессивная обидчивость марсианская или венитерианская, когда женщина, она обижаясь, ругается. или наоборот, женщина похожа на мужика и очень трудно взять замуж, потому что она имеет много мужских качеств. Сильный Марс. У мужчин чрезмерно сильный Марс означает половые извращения, страшный вид, такой промалей какой-то, трудно смотреть даже на него. или наоборот, муля не нервируй меня, такой слабенький, замученный, несчастный. И как бы тоже за такого выходить замуж надо под подвиг иметь. Это сильное очень сердце, сострадача женщины, замуж выходить за такой свой. Бывает, что слабый Меркурий у женщины означает, что она просто дома сидит и смотрит в стенку. То есть она ни с кем не общается, такое как растение, одинокое. Или наоборот, очень перевозбуждённый Меркурий означает, как это там в этом фильме с лёгким паром там была подружка такая, не могла остановиться, как постоянно разговаривает. Для мужчины это тяжело переносимая вещь. Побыть-то с такой женщиной пять минут уже все силы кончились сразу. Она на себя очень много внимания забирает. Для мужчин плохой Меркурий означает, что он разговаривает молча с женщиной. То есть он с ней ходит и разговаривает с ней, но рта не открывает. Он совсем согласен, как бы всё правильно, но молчит всё время. Некоторым нравится, конечно, таким балдивым. Но в основном они не понимают, как с ним жить, не о чем поговорить, не о чем спросить. И наоборот, перевозбуждённый Меркурий у мужчины это хвастунишки такие, хвастаются, ходят, как бы валятся всё время. Неприятно. Слабый Юпитер у мужчины означает, у женщины означает очень депрессивное поведение, а перевозбуждённый, гордый Юпитер означает очень умное. Тоже трудно выйти замуж. Мужчины, слабый Юпитер означает, что такой мужчина безинициативный, тоже как сидит, как клушка дома, ничего его не интересует. Или перевозбуждённый Юпитер у мужчины означает, что человек так сильно погружён в свои идеи, что ему некогда подумать о семейной жизни. Ему, если кто-то напомнит об этом, он подумает, да-да-да, а потом опять свои идеи. До свидания, семья. Слабая Венера у женщины означает сильная обидчивость, невозможно сильная обидчивость, а перевозбуждённая Венера означает, что женщина гиперсексуальная, и мужчины боятся просто таких замуж брать, а вдруг изменят. Для мужчины слабая Венера означает, что мужчина пессимистичный по своей природе, постоянно ноет, ходит. А как бы перевозбуждённая Венера, слишком активная для мужчины означает, что он такой весь слащавый, как женщина, и часто даже серёжки носит всякие там. Ну то есть тоже смотреть так тяжело, для женщины очень трудно принять такого мужа. Вот слабый Сатурн для женщины означает, что ветер дунул, она устала, постоянно устала, сидит дома, никуда не выходит. Вот. А чрезмерно сильный Сатурн означает, как конь. То есть она постоянно тык-дык-тык-дык, и как бы очень трудно с такой, с любовью общаться, потому что коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. Вот. потом мужику ещё на чехвостик, и в общем тяжело. Ну а слабый Сатурн у мужчины означает, что человек такой неразбитый, зачуханный, ободранный, трудно с таким жить, бедный обычно, нищий. А чрезмерно сильный Сатурн означает, что он давит. С ним женщина общается, он давит на неё, и она боится рядом с ним опять, потому что сильное давление. Сильный бывает и негативный Раху. Это часто у нас в стране. Слабый Раху означает, что обычно у женщин, когда чуть-чуть не так сказал, и всё, и расстройство. Вот. А сильный Раху у женщин означает, что она страшный вид такой имеет, что к ней подойти трудно. Вот. Сильный слабый Раху у мужчины означает, что мужчина очень трусливый, а сильный Раху означает, что наоборот матершинник. Сильный Кету, слабый Кету обычно означает какая-то тяжёлая судьба, ну как бы одиночество с рождения, там, детдом, там, интернат и так далее. Сильный Кету холод внутри, невозможность с человеком строить отношения, очень циничное отношение. Для мужчин сильный Кету, слабый Кету означает также тяжёлая судьба, тюрьмы там всякие. и сильный Кету означает нет интереса к личной жизни, обычное монашество. Итак, следующее, о чём бы мы с вами должны поговорить, это одиночество, происходящее из непонимания, как построить отношения. также мы говорим сейчас о знакомстве, то есть мы говорим не о неправильных представлениях о судьбе, а просто о знакомстве. И когда женщина часто бывает имеет повышенные требования к мужчинам, то есть она смотрит на человека и, соответственно, она не может с ним познакомиться, потому что требования не соответствуют её ожиданиям. Повышенные требования к женщинам то же самое, там себе непонятно, кого ищет человек. Часто бывает так, что у человека просто недостаток привлекательности и харизма у мужчин, то есть женщина недостаточно красивая, и, кстати, в этом случае обычно она имеет очень много внутренней красоты, так бывает часто, и таких женщин надо просто выдавать замуж, так как у нас в современном обществе, в современной культуре таких правил не существует, то такие женщины с хорошими, очень качественными внутренними часто остаются одинокими из-за того, что на них не обращают внимания, им надо просто, наверное, учиться рисоваться как-то вопреки своим естественным желаниям. Вот, то есть иногда это бывает просто мусульманская, допустим, воспитание, когда женщина даже класс не поднимает, но нужна для этого и мусульманская семья, чтобы ее выдавали замуж, но если такой семьи нет, или, допустим, не понимают в этой семье, как надо правильно с такими девочками обращаться, то, соответственно, она одна. У меня был такой пример, в Индии знакомый мой человек, у них дочка, еле-еле ее выдали замуж, она очень скромная, с хорошими качествами, даже красивая, она никуда не ходила гулять, ни с кем не общалась, еле с большим трудом вызвали, но отдали замуж. И недостаточность харизмы у мужчины означает, что мужчина как мужчина не выглядит, как мальчик, а девушкам, естественно, мальчики не нужны, нужны развитые люди, на которых можно полагаться в жизни, и это вызывает сомнения. неправильные ожидания от семейной жизни часто бывают причиной того, что люди уже познакомились и потом разбежались, потому что они не понимают, что семейная жизнь не означает сплошное ломбада. Есть песни, музыка провалась. То есть ломбада, им нужна ломбада постоянная, чтобы семейная жизнь как ломбада кончилась, так и разбежались. То есть неправильные ожидания. Одиночество или скрытое явное нежелание с кем поделить свою судьбу. Такая была причина. Бывает, что девушки очень склонны к спокойной и тихой жизни, а семья и дети означают свистопляской, поэтому они боятся просто. Даже она и хочет замуж, знакомиться с человеком, чувствует, тихой жизни не будет. И до свидания. мужчин такая же причина, это слабые возможности в самообеспечении, и поэтому мужчина даже не знакомится, потому что он чувствует, что не потянет жену. И поэтому он живет один, если есть возможность сексом занимается где-то, если нет, то просто страдает. Дальше слабые возможности в отношениях. Мне ко мне я видел такую парочку одну, пришли на консультацию, Мастровок сказал, что плохая совместимость. На самом деле я смотрю, они вообще общаться даже не могут. Я говорю, как вы познакомились? Сидели рядом, что-то начали сговаривать потихоньку. Оказалось, что не было у них никаких отношений до этого никогда. Похоже, никогда и не будет. Я говорю, а вы что астролога-то послушали? Они говорят, да мы подумали, что больше никого встретить не сможем, поэтому решили вместе остаться. Слава Богу, что так решили. Люди просто не могут строить отношения, им стыдно стесняются разговаривать даже с другими людьми. Это также называется замкнутость и отчуждённость. Есть люди, у которых есть уже определённые трудности психические, и они просто замкнуты в себе и варятся в свои каши. И поэтому соответственно они могут создать семью. И есть ещё одна тема серьёзная для обсуждения, это интернационализм, когда человек просто не может понять нужду другого человека. У него просто нет такой возможности в сердце. Он понимает только свои нужды. Хотя может быть порядочный, хороший человек. Это может быть женщина или мужчина. Такой человек обычно начинает строить отношения, потом человек видит, с кем он начал строить отношения, видит, что его не понимают. Просто его видят и не понимают. И создаётся большая трудность дальше. И в последний день, четвёртый день, мы будем говорить о технике молитвы, мы будем говорить о прямой стадии приближения к победе, о которых я сейчас говорю на каждой лекции, потому что это самая актуальная тема для людей. Первая стадия приближения к победе это понять, что мужчины не виноваты, женщины не виноваты вокруг, президент страны не виноват, что я не замужем, также не виновата общество, а вина находится, это вторая стадия где-то между мной и ими, то есть вроде бы общество не такое хорошее, но и я тоже не такая хорошее, и поэтому я не замужем. Ну то есть первая стадия победы над судьбой это оторваться от источника проблем все мужчины плохие, там все женщины плохие, надо понять, что проблема возникает в результате такой жизни, в которой мы живем, а потом дальше на третьей стадии приближения к победе человек начинает считать себя причиной вины, то есть он начинает чувствовать, что он в общем-то сам виноват в том, что с ним происходит, и поэтому над собой и надо работать, это с этого момента начинается победа над судьбой. кстати, для того, чтобы прийти в эту точку, также нужна молитва. У нас был такой интересный случай, женщина вышла на сцену для того, чтобы мы за нее помолились, чтобы она решила свою проблему внутреннюю, и интересно, что она в конце пожелания счастья с ней поработали, потрудились, она вдруг осознала, что она виновата сама во всем, а все остальные уже там чувствовали хотя бы первую стадию победы, то есть она просто приблизилась к самой возможности работать над собой, потому что до этого она считала сильно виноватым кого-то другого, и тут вдруг у нее ничего в сердце не произошло, ни успокоения, как эти три стадии, мы разбираем победу над собой, но зато она поняла, что она во всем виновата сама. Таким образом вышла на возможность работать над собой, то есть все силы людей, которые желали счастья, привели к этому моменту, разум и включился. И три стадии победы над судьбой означает, что на первой стадии человек в результате молитвы начинает чувствовать в сердце спокойствие, он чувствует, что у него будет в жизни все хорошо, хотя он в это время не вспоминает источник своей проблемы, он просто считает, что у него сейчас все нормально. На второй стадии человек вспоминает сначала источник проблемы и чувствует, что он может на него воздействовать, реагировать, и в конце второй стадии он может даже общаться с человеком, который причинил ему проблемы, или, допустим, девушка начинает правильно общаться с молодыми людьми, если мы говорим об одиночестве, это на второй стадии победа над судьбой. и на третьей стадии она не просто общается, уже влиять начинает на ней, а когда ее влияние достигает максимума, то она, соответственно, выходит замуж. Это все делается с помощью молитвы, и технику молитвы мы будем в четвертый день нашей беседы подробно обсуждать. Следующее следует знать, что существуют такие феномены, которые связаны с ошибками вообще в целом самосовершенствования, и самая первая ошибка в самосовершенствовании является оскорблением старших или оскорблением верующих людей. Когда человек такую ошибку совершает, то, вопреки ожиданиям, он погружается дальше в эту пучину. Например, я недавно шел мимо синагоги одной и увидел одного человека, который орал и постоянно оскорблял в целом евреев. Я посмотрю, он вроде бы верующий человек, но в его глазах дышали гневом и злобой, и он постоянно в этой злобе находился, и ясно, что если человек в такой злобе живет, кто сможет с ним жить. Хотя человек, еще раз повторяю, занимается самосовершенствованием, он уже выбрал свою веру, достаточно развился духовно, но совершил ошибку, начал совершать оскорбления на верующих другой традиции. часто даже люди совершают ошибки на верующих в своей традиции, то есть они делятся на какие-то кланы, делятся на какие-то группировки и враждуют с этими группировками, потому что такие люди ставят идею выше людей. Каждый человек имеет право верить в Бога, но когда человек идею выше людей ставит, он считает, что верить в Бога надо только так, как я верю, другому нельзя. Поэтому такие люди соответственно начинают очень сильно погружаться в эту внутреннюю вражду, и это может так стать сильно, так настолько сильно, что человек теряет возможность создать семью, такое тоже может быть. Следующее неправильное развитие духовное часто приводит людей к одиночеству, потому что они, как мы уже говорили, становятся замкнутыми внутри вот этого чистого круга общения, который бывает очень узким, и в результате человек, сужая свое общение, соответственно, лишается возможности выйти замуж или жениться, потому что недостаток общения возникает в результате вот такого благостного настроения, в кавычках. Вот обычно благостным женщинам положен немножко менее благостный мужчина. Допустим, женщина-вегетарианка скорее всего выйдет замуж за мужчину, который только встал на этот путь, но еще употребляет мясо. Верующая женщина обычно выходит замуж за мужчину, который не верит в Бога, но интересуется этим и так далее. Если женщина повышает планку, потому что женщине легче начинать заниматься духовной практикой, если она планку завышает, чуть-чуть хочет себе такого же, как она, то, скорее всего, это в результате получается одиночество. Лень также может быть признаком духовного развития, как ни странно, потому что люди, когда духовно развиваются, часто бывает, что они теряют интерес к работе и теряют интерес также к отношениям, потому что вся их энергия уходит на духовную жизнь. Они приходят домой и уже никуда не хотят ходить, ничего не хотят, их ничего не интересует, потому что у них нет сил. Это тоже такой побочный продукт развития часто бывает. Часто бывает недостаток знания, например, мужчины, изучая какие-то духовные науки, начинают гипертрофировать свое представление о правильной женщине, то есть она должна ходить с неподнимаемыми глазами, должна все время кивать вот так вот, должна со всем соглашаться, быть девственницей, соответственно, в 30 лет, то есть ему в 40 лет она должна быть девственницей, ну то есть какие-то требования, что шансов вообще нет, ну только если следующая жизнь на высших планетах там где-нибудь можно найти такую женщину. Ну достаток знаний, просто человек не понимает, куда он попал в такой мир. И часто бывает так, что человек, занимаясь духовной практикой, перестаёт предлагать достаточные усилия для того, чтобы организовать свою личную жизнь. В основном он организует свою духовную жизнь и у него нет возможности организовать личную. В принципе, я осветил всю тему и мы можем больше времени делить ответы на вопросы и двигаться дальше. Мы опережаем график чуть-чуть. все эти темы, которые я сейчас рассказал вкратце, они будут очень детально разобраны на следующих лекциях. Я могу ещё раз повторить. Первый день, то есть во второй день мы будем говорить о одиночестве, происходящее из неждвежественной жизни более подробно, о одиночестве, происходящее из жизни в страсти, и одиночестве, происходящее из благости, неправильной благости. Также мы по второй день поговорим о одиночестве, происходящее из неправильного представления о своей судьбе и одиночестве, исходящее из тяжёлой судьбы. Мы будем перечислять планеты различные, вот их влияние неправильное и так далее. Третий день мы будем говорить об одиночестве, происходящее из непонимания, как построить отношения. Будем разбирать ситуации разные, пытаться разобраться в себе, как-то так. И в третий день мы будем говорить о одиночестве как о скрытом или явном нежелании с кем поделить свою судьбу. И весь четвёртый день мы посвятим победе над одиночеством, будем говорить о технике молитвы более подробно, будем говорить о трёх стадиях приближения к победе, трёх стадиях победы. И также поговорим об ошибках, совершаемых в духовной жизни, в развитии себя как Личности, потому что путь самосовершенствования несложный. Это путь по острию бритвы или по канату, как говорят. Поэтому человек должен знать, куда его не должно заносить. И мы таким образом с вами закончим нашу беседу. Надеюсь, что это даст полную картину понимания о том, что такое одиночество. Спасибо большое, Олег Владимирович. Мы скоро перейдём к вопросам. Пока я расскажу вам ещё несколько слов о той программе, которая вас ждёт. Но прежде чем я это сделаю, поставьте, пожалуйста, в чат плюс, если вам понравилась сегодняшняя рельс, сегодняшняя встреча. Если она что-то вам дала полезное, чтобы вы узнали важное для себя. И можете потихоньку писать в чат вопросы. Мы будем... На какие-то зимы сможем ответить. Может быть, не на все, но на какие-то сможем ответить. Итак, поставьте, пожалуйста, плюс, если для вас бывает ли ясно обязан. Спасибо большое. Итак, мы подготовили для вас очень интересное предложение нашей встречи. У нас будет 11-дневный крестинар «Одиночество. Причины и пути преодоления». То есть такого ещё не было. У нас было 3 дня, было 7 дней, и теперь будет 11 дней. Потрясающая совершенно вещь. Сейчас я расскажу, как всё будет проходить. Олег Геннадьевич рассказал, что будет ещё 3 лекции у нас. Будут... Вот те, кто был на крестинаре «Мудрый родитель», те знают, как это происходит. То есть мы каждый вечер встречаемся. Это будет в недельных и вторных средах, в 15-16-17 августа. Вы слушаете тот материал, про который Олег Геннадьевич рассказал, и можете задавать свои вопросы. Мы на них будем отвечать. После этого... Кстати говоря, кто был на крестинаре «Мудрый родитель», пожалуйста, поставьте в чат плюс и напишите одним словом свои ощущения от этих трёх дней подряд в лекции. Вечерами, как у вас ощущения были после этого. Что потом будет? Потом у нас будет 4 дня практических занятий. Каждый день вы будете получать видео. У него будет задание определённое, которое будет помогать вам применить то, что вы услышали в своей жизни на практике. Каждый день у нас будет группа ВКонтакте. Вы будете писать там отчёты. Мы будем вам помогать с выполнением домашних заданий. Будем отвечать на наши вопросы. Будем давать обратную связь на наши отчёты. Кстати говоря, кто был на этом крестинаре, на прошлом истоке жизненных трудностей, в пути их преодоления, поставьте в чат плюс и напишите, насколько вам понравился этот формат. Когда вы каждый день делаете какое-то очень простое задание и потом обсуждаете его с нами, с другими коллегами, с другими участниками мероприятия. Это тоже у нас будет в следующие 4 дня. И потом в следующие 4 дня после этого у нас будет игровой формат. Вы попадёте в виртуальную реальность, где будете играть в разные игры, разговаривать в головоломке, уже заговаривались, участвовать в разных приключениях. Именно поэтому это называется крестинар, потому что то, что приключения, то, что игра. Те, кто уже в этом участвовал, тоже поставьте в чат плюс. Пожалуйста, напишите свои эмоции относительно именно этого формата. И также мы готовим для вас сюрприз. Вы про него узнаете, когда придёте на крестинар. Для кого этот курс полезен будет? Если вы считаете себя глубоко несчастным, одиноким человеком, давно безрезультатно пытаетесь найти спутник жизни, с завистью поглядываете на счастливые, семейные пары, у вас сложный период в жизни, вы не знаете, с кем посоветоваться, как его преодолеть. Умеете неудачное построение прошлых отношений, и это мешает вам начать строить новые отношения. Замкнуты, сложно сходитесь с другими людьми, то это... И ещё одиночество в личной жизни. Уже живёт человек, но одинокий. Да, вот Олег Геннадьевич добавляет, что если вы уже, у вас есть уже семья, но вы чувствуете себя, у тебя там одиноким, то мы тоже будем работать с этим. Как всё будет происходить у нас с вами? Мы будем каждый день с вами встречаться в течение этих 11 дней, разные форматы, и наверняка у вас возник вопрос, почему вы решились включить в этот курс элементы игры, ведь такая серьёзная тема, проблема, на которой будем работать, очень серьёзная. Дело в том, что игровая форма позволяет усваивать сценарии в 3-5 раз, в 7 дней больше обычных. Если на стандартной лекции у вас зависит от всего 3-го памяти, визуальная, звуковая, то на крестинале присоединяются ещё другие. Образная, эмоциональная, двигательная, ассоциативная, и усвоение материала идёт достаточно эффективно. И, понимая, что тема очень нужная, актуальная и полезная, мы решили сделать это мероприятие доступное для каждого, сделать целому с вами доступно. Для всех у вас, кто сегодня на эфире присутствует, стоимость этого христинара, который будет идти 11 дней, составит 1450 рублей. Вы можете оформить счёт сейчас. Сейчас появится кнопка под видео. Кнопка будет называться «Зарегистрироваться на христинар». Вы сможете перейти по ней, зафиксировать за собой эту приятную цену. Потом она будет расти каждый день. То есть, если вы сейчас оформите счёт, вы сможете оплатить его в течение следующих 24 часов. Мы это делаем только для вас, для тех, кто пришёл на нашу трансляцию. С завтрашнего дня начнётся официальное окно продаж и стоимость там будет выше. Мы выдаём гарантии вам. Определённые первые гарантии, то, что мы всё делаем официально, то есть мы официально работаем, мы платим себе налоги. И вторая гарантия состоит в том, что если вдруг по тем или иным причинам после первого занятия, в начале второго занятия вы решите, что вам это не подходит, мы вернём вам деньги без лишних вопросов. Вернём деньги. После этого, скорее всего, вы не сможете участвовать в других наших трансляциях, но деньги мы уже не вернём. Итак, если вы хотите воспользоваться всеми льготами, прямо сейчас можете переходить на страницу регистрации. Клапка же появилась, да, уже по всех появилась. Если не появилась, то обновите страничку. И регистрируйте, заполняйте формы, это займёт пара годов всего. Если вы это сделаете, вы можете зафиксировать с собой этот выгодной цель и заплатить сможете в течение завтрашнего дня. И сейчас мы переходим к вопросам. И мы перед началом нашего вебинара собрали вопросы от участников и разместили в ВКонтакте эти вопросы, и полторы тысячи человек голосовали за то, какие вопросы будут заданы. Олега Геннадьевича в эфире. И три вопроса победили. Мы сейчас их зададим. А я прочитаю вопрос сейчас и спрошу, кто за него голосовал. Если вы за него голосовали, то поставьте в чат плюс. Первый вопрос очень простой и очень короткий. Как найти настоящих друзей? Как строить с людьми дружеские отношения? Я сейчас переключу камеру Олега Геннадьевича и он ответит на этот вопрос. Нужно быть несколько секунд на переключение. Обычно эта тема означает, прежде всего, развитость человека. Допустим, если человек находится в неверстве, он вообще не сможет найти себе настоящих друзей, потому что все будут виноваты перед ним в конечном счете. Но просто найти невозможно настоящих друзей. Если человек живет в страсте, он постоянно занят, у него нет времени, то чтобы найти друзей, нужно из этой страсти выйти. Обычно люди, которые живут в страсти, люди в неверстве обычно вместе пьют. Если это настоящие друзья для вас, то тогда нет проблем. человек становится настоящим, только когда выпил. Когда он призвый, он перестает быть настоящим и хочется его опять в пьяное состояние вести, чтобы с ним поговорить. поэтому и заставляет выпить друг друга. Говорит, ну ты чё, давай, мы же собрались, выпиваем и общаемся потом. Значит, счастья никакого нет, одно страдание. Вот. Люди в страсти, они дружат только на отдыхе. Надо вместе куда-то поехать, иначе никакой дружбы нет, потому что их психика перегружена, и они не могут ни дарить друг другу что-то, ни брать друг от друга что-то. Им нужна разгрузка, поэтому им надо куда-то ехать вместе. Вот так они находятся, друзья. Человек благости, он дружит, занимаясь духовной практикой, самосовершенствованием, потому что в этой духовной практике люди вскрываются. Также следует понять, что в целом все люди могут найти себе друзей, занимаясь любимым делом. То есть в целом, допустим, даже в невежестве, если он любит что-то делать, то он уже в принципе не в невежестве, он уже как-то выходит из этого. Вообще, любовь к труду является очень важным критерием, того, что человек может найти себе труда, потому что, когда люди вместе что-то делают, их хорошие качества раскрываются, и они начинают видеть друг друга правильно и начинают, соответственно, строить отношения. Видите, вопрос был задан, как найти. Почему именно как найти? Потому что сам образ жизни, он людей разрушает отношения. Допустим, я когда был в Сан-Франциске, я вышел на улицу и смотрю, нет ни одного человека, хотя это был центр города. Я говорю, а где люди? У меня, естественно, вопрос был, а где люди? И мне ответили, а все люди в машинах. Я посмотрел на дорогу, там просто 6-7 полос, все люди в машинах. Я говорю, а как так можно жить? Вот мне ответили, вот так и живем. Я прогулялся по этой улице, смотрю, вот я иду, там, где магазин, там люди выходят из машин, идут в магазин, потом они из магазина идут в машину, а на улице никого нет. Вот на улице никого нет. И, соответственно, раз никого нет, некому лыбнуться, некому на кого посмотреть. Люди могут смотреть друг на друга в магазинах, поэтому вот я смотрю все американские фильмы, там все разговоры в магазинах происходят, а на улице разговоров нет. Потому что, ну, слава богу, у нас еще по улицам люди ходят, но как ходят, вопрос опять же. То есть, допустим, если взять, допустим, фильм 50-х, 60-х годов, можем видеть, что люди улыбаются друг к другу, или человек идет по улице, и он всем улыбается, и даже песни такие, и улыбка, и сомнения, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, то есть, такие как бы, такие отношения. А сейчас, если ты, допустим, на улице пойдешь в Москве и начнешь всем улыбаться, то тебя не поймут, а может быть, и заберут куда-нибудь. Ну, то есть, это становится уже даже признаком плохого тона. Ну, то есть, одиночество возникает просто из стиля жизни сейчас современной, и поэтому меньше друзей, потому что, вот, допустим, взять песню, которая написана сто лет назад. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Ну, сейчас выйдешь на улицу, глянешь на село, девки не гуляют, и мне не весело. Раньше с баянами, с гармошками люди ходили. Сейчас надо сколько выпить, чтобы выйти на улицу с гармошкой. То есть, если человек вышел, значит, уже выпил нормально. И если милиция, милиция, как если слышит, на улице гармошка играет, надо туда идти, значит, уже народ совсем готов. Ну, то есть, это большая проблема. Сейчас никто не играет на улице, и играют, конечно, возле метро, того, что деньги собирают. Но вот раньше люди просто выходили в отбор. Это я помню в своё детство, когда я просто выхожу в отбор и смотрю, там собираются люди, играют на гармошке и поют вместе. Трезвые, нормальные люди. Это означает, что у них больше было шансов дружить, потому что именно в такой атмосфере счастливой и раскрывается человек. Соответственно, есть только один способ. Это встречаться в духовных местах. Допустим, если вы одинокий человек, ходите в храмы. Там 100% есть с кем познакомиться. Люди приходят, чтобы помолиться, пообщаться, поразговаривать. Уже больше возможностей быть неодиночкой. Также следует знать, что само по себе одиночество означает, что вот этот стиль такой отравленный вот этой вот одинокой жизни, работа-дом, работа-дом, телевизор, этот стиль уже захватил ваше сознание дальше некуда. То есть одиночество в данном случае означает, что вы просто разучились улыбаться, разучились спрашивать, разучились отвечать. Вот допустим, приведу пример, который я много раз рассказывал. Мы когда жили в Москве, смотрим, в подъезде как-то грустно нашим. И жена начала петь пирожки, звонить по соседям и доставать пирожки просто соседям. Вот. Потом мы начали ставить конфеты, мы часто шоколадные дарят, а мы шоколад не едим. И мы ставили эти конфеты на подоконник. Представляете, дорогущий шоколад мы ставим на подоконник, мы живем на четвертом этаже. Люди проходят, ни одной конфетки никто не берет, что боятся, мало ли что. И вот эта дорогая конфетка, никто ее не ворует и никто не берет эти конфетки. То есть они просто стоят. И как-то так случилось, видно, мать не доглядела, одну конфетку какой-то ребёнок взял. И потом эта пачка, эта коробка исчезла за два часа. То есть я смотрю, я прошёл мимо, смотрю, уже половина, потом назад пришёл, смотрю, уже пустая. То есть народ на неё набросился, как только кто-то один взял эту конфетку. И потом, как мы выставляли, сразу конфетки исчезали в этот же день, все разбирали. То есть кто-то проходит мимо, раз себе взял, следующий взял и так далее. Потом поставили цветы на подоконнике и кружку с водой. Стояло несколько дней, потом начали поливать. Через месяц вот такого поведения нашего все соседи улыбались в подъезде. Вот кого не встречаешь, все улыбаются. То есть люди растаяли просто. А кто это всё сделал, они так и не поняли. Но подъезд стал хорошим, счастливым. Нужно прилагать усилия. Если не хотите быть одинокими, значит, надо учиться вот так жить, чтобы вокруг вас радовались люди, видя вас, любили вас и так далее. Но уж на крайний случай заведите себе собачку, чтобы можно было гулять утром с теми, кто собачки имеет. Говорите о собачках, хотя бы так. Какая-то дружба будет, иначе как жить? Такая шутка уже. Ну то есть, видите, замкнутое пространство, замкнутое среда. Часто люди думают, что они могут дружить по интернету. Это, конечно, хорошо, но по интернету люди всегда очень сильно из себя что-то порчат. У нас есть фестиваль «Благость», которым я все вам рекомендую приезжать, потому что коэффициент знакомств просто зашкаливает. То есть люди часто одинокие приезжают на наш фестиваль, а там две недели близкого общения со всеми. Люди просто собираются, берутся за ноги между лекциями, за руки. Заговариваются. Берутся за ноги между лекциями и повторять. Я желаю всем счастья. Знакомиться у каждого табличка, как его зовут. Можно по имени ко всем обращаться. И с какого он города. Можно даже найти из своего города людей. Может быть, мы даже будем вешать. Я подумаю, замужем, не замужем. Это хорошая идея, кстати. Наверное, на этом фестивале я скажу организаторам, чтобы все, кто не женат, чтобы они тоже это было сразу видно. Потому что раньше в Индии девушка, если с точкой, значит, она замужем. Без точки красной, значит, не замужем. И было по точке видно. А мужиков было видно, которые смотрят на девушек. Раньше мужчины женаты и не смотрели на таких девушек. Если глазеть, значит, не женатая. Девушка без точки, значит, не замужем. Как-то можно было определять. Сейчас ничего не определишь. Мы это продумаем на фестивале. Приезжайте, знакомьтесь. Вот хорошая возможность в Анапе с 21 сентября по 4 октября. Две недели. Вот так хватит. А потом мы еще и проводим на фестивале также свадьбы ведические. То есть мы венчаем людей. На следующий раз, когда они уже женатами приезжают, мы их еще и венчаем на фестиваль. Вот такая как бы. Одиночество бывает еще также из непонимания, как правильно строить отношения. Потому что в современной культуре люди даже, ну, мужчины даже не знают, как правильно знакомиться с женщинами. Они знакомятся обычно в ресторанах и сразу в обнимку начинают ходить. Это ясно, что брать такую девушку замуж очень опасно. А если девушка хорошая, как вот с ней познакомиться? Люди не знают, что надо просто так, чтобы тебя знакомили. Потому что в этом заключается правило. То есть нужно найти себе такого человека. Я не смогу так сделать. Нужно найти себе такого человека, который бы мог знакомить. Обычно это делается таким образом, что находится общий друг какой-то или общий знакомый, или подруга. Обычно женщины лучше знакомят, чем мужчины. И просто докладывается человеку, что вот с тобой хочет человек познакомиться. Создается возможность встретиться когда-то в какой-то момент. И вы встречаетесь просто. И сначала, опять же, разговоры какие должны быть. То есть есть правила определенные в этом плане. Когда люди знакомятся, они должны... И надо сразу выяснять какие-то глубокие подробности о личной жизни человека. Нужно сначала просто погулять, поговорить о погоде, подарить цветы, просто пообщаться, поулыбаться, ничего не спрашивать лишнего. И постепенно, когда появляется какое-то понимание друг о друге, можно говорить вообще в целом о жизни, но, опять же, неглубокие отношения строить в плане, почему ты одна, таких вопросов не задавать. Спрашивать просто о увлечениях, интересах человека на втором этапе. И только через месяца-два можно говорить уже серьезно о семейной жизни и так далее. То есть нужно знакомиться, означает очень глубоко понимать, как это делать правильно. Потому что даже просто если парень подходит к девушке на улице и хочет познакомиться, это может воспринято как то, что он просто несерьезный человек. Ну то есть, видите ли, как выпившие люди часто знакомятся быстро, а от такого знакомства тоже большого счастья нет. Потом, как можно думать об этом человеке хорошо. Ну то есть, видите, нужно сначала, мало того, что нужно в хорошую среду попасть, духовную, религиозную, развитую среду, нужно еще и знать правила. То есть нужно спросить старших, чтобы знакомили, нужно общаться на эту тему и так далее. Это большая, серьезная тема. Наверное, мы сделаем целый, наверное, целый образовательный какой-то курс по этому вопросу, как знакомиться. Спасибо большое. У нас был технический сбор. Сейчас, похоже, все восстановилось. И следующий вопрос... Меня не слышно было, что ли? В какой-то время, да. Слезы? Будет запись, и потом можно будет все... Ну, извините, что так получилось. Запись идет. И следующий вопрос, который нам в второе место. За первый вопрос 400 человек проголосовал, за это 300 человек. Здравствуйте, мне 25 лет. Я всегда хотел встретить своего человека. Когда встретила, все мешает быть вместе. Я прошу у Бога один маленький шанс. Все становится хуже и хуже. Как поступить? Я запутался и чувствую себя беспомощно. Ну, в целом, надо понять, что эта тема... Вот когда отношения уже начинаются, здесь есть определенная вещь, которая называется дистанция. То есть, часто люди, они... Дистанция сокращается в отношениях из-за сильных ожиданий друг от друга. Допустим, вот это как раз классический жанр. Я очень долго ждала своего человека. И когда встретила, я не смогла с ним общаться. Причина почему? Потому что ожидание было настолько сильным, что захотелось сразу очень близких отношений. То есть, это происходит, естественно, когда человек сильно голоден. Даже в блокадном Ленинграде рассказывали, что людям просто держали людей в заперти, чтобы они остались живыми. Потому что многие люди, которые набросили за пищу, погибли просто от того, что они переели. Вот реально произошла интоксикация и смерть. Поэтому людей держали в заперти и просто давали им по маленькому-маленькому кусочку пищи в день, для того, чтобы люди постепенно выходили из длительной голодовки. Точно так же человек, когда он увидел то, что судьба милостива к нему, и дал ему человека, то человек сразу начинает выплёскивать на него вот это всё своё долгое одиночество, желая от него как можно больше. Эти желания потом превращаются в боль. Потому что человек просто в принципе не может много отдать сразу, потому что он не знает этого человека. Нет отношений, правильно. Всегда страдания в отношениях означают чрезмерное сближение. Если страдания начались, нужно чуть-чуть подальше держаться друг от друга и заново начинать как перезагрузку отношений сделать. И заново начинать, ничего не бояться, потому что даже в личной жизни люди только, может быть, за 6-7-8 лет совместной жизни до конца начинают понимать, какую дистанцию, когда выбирать друг с другом, и тогда уже перестают страдать. А до этого они всё равно могут попадать в засаду вот этих отношений. То есть изучение, как приблизиться к человеку, как отдалиться во время отношений является большой наукой. И раньше в древней культуре, с детства люди эту науку изучали. То есть чувствуете, нокаут пошёл. Значит, надо сменить тему отношений, надо меньше трогать друг друга, надо стараться меньше ждать. Больше отношения должны быть более спокойными. Это не значит, что они разрушаются, это значит, что они должны развиваться постепенно. Но даже в семейной жизни чрезмерная близость, она утомляет людей. Если постоянно очень близкие отношения, постоянно только увидел жену, бросается целоваться там и всё прочее, то это тоже от этого любой человек устанет. Поэтому дистанция, она должна меняться. То есть близость должна чередоваться с такой чуть-чуть возможностью, чтобы от тебя отдыхали. Человека тоже может быть слишком много, как и слишком мало. В этом должна быть культура, это надо изучать. Спасибо большое. И третий вопрос, за который 230 человек проголосовало. У меня сильная сосредоточенность на себе и потому нехватка друзей. Обычные методы служения и внимания другим не помогают, потому что сама нуждаюсь в этом. Как выйти из этого запутанного круга? Только молитва. Вы говорите сейчас о нехватке любви. Означает нет отношений с Богом. Нужна молитва, нужно читать духовные книги, читать о жизни святых, слушать духовные лекции, слушать духовную музыку, ходить в храм, общаться с духовно развитыми людьми, наполняться силой. Когда женщина наполняется духовной силой, в ней нет такого чувства, что ей не хватает любви. Она наполнена, она начинает раздавать потихоньку эту любовь. Сначала есть несколько стадий, когда женщина выходит из одиночества. Первая стадия, у нее появляется подружка, в которой она может общаться и радоваться ей, служить ей. Вторая стадия, у нее появляется много подружек. Третья стадия, она выходит чисто из женского круга и начинает легко общаться вообще с людьми, то есть со старшими, с владшими, то есть в ней социальное общение уже начинается, а не чисто узкоженская. И в следующей стадии она уже может познакомиться. Ну то есть, если бывает так, что женщина наоборот общается только с мужчинами, то есть она не может с женщинами общаться, это тоже мешает знакомству. Именно вот такая последовательность. Сначала должна быть одна подружка, потом много подружек, потом ее служение всему социуму становится значимым, потом ее знакомят с каким-то парнем. Но часто девушки думают, что если она имеет много всякого общения с мужиками, то значит, что она никогда не будет одинокой. Это вот засада. Это как раз истощает женскую энергию. Если женщина общается с мужчинами с разными и пытается как-то общаться с ними близко, но при этом не строит каких-то глубоких отношений, то ее женская энергия просто превращается в ноль. Она перестает быть привлекательной. Спасибо большое. И еще один вопрос, мимо которого мы никак не могли пройти. Он достаточно длинный, поэтому послушайте, пожалуйста, внимательно. И потом Олег Геннадьевич ответит на него. Он молодой человек эндогенное психическое заболевание. Пять лет жил с ним в гражданском браке. Часто ругаясь, он вел себя недостойно. Я вела себя тоже недостойно. Оскорбляла, выгоняла его даже. Ужасно себя вела. В какой-то момент он попал в больницу, был серьезный приступ. Я ходила, заботилась о нем. И он начал выгонять меня, когда я приходил бросать трубки. Сейчас выяснилось, что он этого не помнит. Не помнит, что заставил свою сестру забраться из нашего дома все его вещи, пока там лежал. И сейчас он думает, что я его бросил. Я объяснял, как было, но его это не интересует. В этой больнице он прямо там на этаже познакомился с пациенткой-женщиной. И у них начали развиваться отношения прямо там, пока я заботился о нем. И я не знал. Выписались, они сняли квартиру, сейчас живут вместе. Он начал сразу выставлять напоказ отношения в социальных сетях, где выясняют мне сильную боль. Я ежедневно молюсь утром и вечером, слушаю лекции, читаю молитвы раскаяния, упрощения и другие. Я его простила. Не знаю, что сама виновата во всем, что случилось. Только я. И я не знаю, что стоит ли его ждать. Или Бог отвел к меня не моего человека, и я сделал для него все, что могла. Вывод такой. Я считаю, что не нужно дальше пытаться строить отношения с этим человеком, потому что его интеллект очень слабый. Это как раз и указывает на невежественную жизнь. Психическое заболевание, в котором человек неадекватно себя ведет, и бросает, и изменяет. То есть это признак очень тяжелой судьбы, связанной с личной жизнью. И когда вы, допустим, встречаетесь с таким человеком, если он верный, если он хороший, и у него есть психические отклонения, то страшного ничего нет, это можно вымолить. А если человек ведет себя вот таким образом, то есть он на глазах гуляет, на глазах еще при этом неадеквате находится, то слава Богу, что вы с ним расстались, по его тем более винею. Значит, что Бог вас отвел от беды, и вам не надо больше его ждать, слава Богу, что так получилось. Но это не касается вообще всех людей, которые имеют психическое заболевание, психические отклонения. Психическое заболевание означает нехватка энергии счастья. Сейчас люди по факту все находятся в невротическом состоянии, практически все. И если так рассмотреть на жизнь, то вообще можно одному остаться. Если видишь, у человека есть какие-то психические трудности, то это признак нехватки энергии Бога просто, и все. Если достаточно просто более глубоко с ним вместе заниматься духовной практикой, это все проходит обычно. Спасибо. Мы зададим несколько вопросов из чата, и есть один повторяющийся вопрос. Олег Геннадьевич, как вы относитесь к знакомству через интернет, когда люди живут в разных коленах? Это не знакомство, это предварительное знакомство. Это хорошо. Сейчас очень трудно познакомиться не через интернет, но следует знать, что само по себе знакомство и даже длительное общение по интернету ни о чем не говорит. Потому что во время этого общения есть один серьезный недостаток. Люди искусственно придумывают себе какую-то, неосознанно придумывают себе какой-то имидж. То есть они выдают желаемое за действительное. То есть они из себя что-то делают. Всегда так. Когда человек общается через интернет, он всегда из себя что-то делает, особенно когда он хочется познакомиться. Всегда же человеку хочется выглядеть лучше, чем он есть на самом деле, особенно если ты знакомишься, и это для тебя очень значимая тема. Всегда для мужчин и для женщин знакомство поиск близкого человека это значимая тема. И поэтому люди в себя выставляют всегда не так, как есть. У нас бывает так часто на фестивале «Благость» люди приезжают, чтобы познакомиться друг с другом. Иногда они остаются вместе, пересмотрев друг друга. То есть они потом говорят, что я приехал к одному человеку, а встретил другого. Часто так бывает. Иногда так бывает, что они приехали на фестиваль для того, чтобы друг с другом познакомиться, а потом оба находят себе кого-то другого. Так тоже бывает, это нормально. Но настоящее знакомство происходит всегда при встрече. И не нужно при встрече продолжать ту тему беседы, которую вы уже начали в интернет, потому что это фактически было просто предварительное знакомство. Настоящее знакомство начинается, когда люди встречаются и начинают все сначала. Нужно сначала все делать и предупредить друг друга, что мы будем все сначала решать, когда мы встретимся вместе. Интернет — это большое пространство иллюзии. В нем очень трудно найти истину. Надо быть очень осторожным. Но знакомиться надо, это хорошо в интернет. Так можно, по крайней мере, себе кого-то найти. Часто люди не имеют никакой возможности. Даже через всякие программы знакомств, клубы знакомств надо знакомиться, обязательно пробовать. Обязательно. И так, хотя бы какой-то вариант есть для человека выйти замуж, жениться, иначе просто можно одному остаться на всю жизнь. Но знайте, что из 10 человек, которые вы найдете в интернет, может быть, один-два будут реальными кандидатами вашими. Все остальные — это будут холостые ходы, поэтому не надо разочаровываться. Надо пробовать, встречаться и опять дальше искать и так далее. Спасибо. И еще один вопрос. Ко мне всю жизнь, начиная с 18 лет, сейчас у меня 41. Привет, интерес, женатый мужчина. Со многими была в отношениях по глупости. Часто они скрывают это или прикрываются гражданский брак, о чем я узнаю не сразу. Я не замуж, уже одна, уже много лет. Что делать? Это определенное настроение. То есть настроение, в котором мужчина воспринимается как такой холеный такая личность. Понимаете, женщина нравится тому, кого она воспринимает. Это неосознанно работает, то есть если женщина воспринимает кого-то хорошим человеком, тогда она ему нравится. А если она не воспринимает, значит, она не может понравиться и поэтому не может быть никаких отношений. Часто бывает так, что женщины они воспринимают любимым того, кто уже другой женщиной сделал. Ну понимаете, как неженатый мужчина это как дикий конь его надо приручать то есть он красивый от него исходит сияние но он при этом дикий то есть он не знает как женщинами себя вести он не знает как правильно он не много чего не понимает просто то есть в отношениях мужчины такие обычно нулевые но бывают мужчины которых уже обтисали то есть женщина какая-то вложила в него силы она его воспитала он стал таким очень хорошим порядочным человеком и вот если женщина не хочет сама вкладывать силы в отношения хочет получить себе уже готовый результат тогда в этом случае и нравится женатые мужчины и нам просто пересмотреть свою позицию в этом плане то есть нужно воспринимать мужчин именно вот таких вот диких коней как кандидатов они холеных вот таких как бы уже облизанных со всех сторон вот это вот просто надо как бы вот так вот картинку свою поменять внутреннюю и тогда они будут встречаться уже женатые будут нормальные встречаться дикие скакуны я сейчас отвечу на несколько организованных вопросов потом снова несколько вопросов олег геннадьич задали секунды я переключу камеру я с той камеры что ли говорю в этот раз у нас все меняется быстрее так организационный вопрос самый часто встречающийся вопрос скажите пожалуйста кто будет вести лекции отвечаю лекции будет вести олег геннадьевич стоит ли посетить данные крестина семейной женщины да если помнить олег геннадьич говорил что если вы уже замужем но чувствуете все равно что есть одиночество то милости просим или хотите чтобы его не было что больше нет организованных вопросов все понятно все уже идут наверно да все уже уже одной ногой там так тогда сейчас опять переключу камеру и зададим еще два вопроса олег геннадьевич на этом останавлився у меня предупреждает что из этой камеры скажите пожалуйста что со мной не так мужчина рядом есть замуж никто не зовет 30 лет мужчине притягиваю на пару лет младше очень хочется быть мамой женой это вопрос чувство собственного достоинства часто женщины они не понимают ну даже не только есть два вопроса есть один вопрос это чувство собственного стоят когда женщина слишком близко пропускает себе мужчин и в результате туда теперь смотри женщина слишком близко пропускает себе мужчин а потом естественно когда она слишком близко пропустила она уже перестает быть интересной женщина должна быть загадкой даже в личной жизни она должна уметь дистанцироваться от мужа чтобы привлекать к себе его внимание иначе магнетизм в отношениях теряется вторая причина это жестокое поведение прошлых отношений у женщины из два вида красоты один вид красоты внешний который привлекает мужчину а другой вид красоты идет из сердца и создает ему чувство такое возникает что все будет хорошо в отношении стабильности до стабильности заставляет мужчин жениться если женщина она разрушила прошлое отношение жестоко у нее сердце появляется холод и ей нужно раскаиваться долго может быть год чтобы этот холод убрать из сердца и чтобы не появилась теплота в отношении к мужской природе и тогда уже гарантированно кто-то останется рядом но сама идея мужчины рядом со мной когда мужчины рядом со мной означает что отношение к отношениям очень легкая женщина вообще не должна себе слишком близко кого-то из мужчин подпускать и должны я уже говорил это до этого я говорил что есть одна ошибка если женщина общается с мужчинами очень близко то есть у нее порог отношений очень быстро как бы то есть она пускает себе очень близко человека то она теряется как женщина то есть у нее она расходуется женскую энергию потому что его мужчина пользоваться ей глазки и строить и забирать у нее эту женскую красоту в результате она истощается то есть нужно во первых нужно понять что только один человек может быть рядом и то если ты видишь что он не интересуется серьезно отношениями тогда нужно его близко подпускать если ты просто подпускаешь потому что никого рядом нет в этом ошибка заключается если никого нет рядом значит надо отношения близкие строить женщинами не с мужчинами потому что именно женщина должна подпитывать тебя счастьем и теплотой мужчина если женщина думать никого не рядом нет значит пускай хоть кто-то будет тогда если кто-то появляется не твой он забирает сердце другой человек уже не появится ну то есть это опасно нужно если строить отношения то строить сразу серьезно а если серьезно не получается тогда значит заканчивать но если вы имеете ну как бы дружбу с разными мужчинами то это очень опасно это может привести к тому что вам вы зарасходуетесь потеряете силу и вас не будет возможности уже как-то нормально человеку относиться так это был последний вопрос я сейчас отвечу еще на несколько организационных вопросов и на этом остановимся так спрашивают когда же будет крестина начинается понедельника 15 августа и в течение следующих 11 еще раз первые три дня будут лекции оригинале что снова первые три вечера прошу прощения 20 часов вечера если вы не сможете присутствовать будут запись который вы сможете установить любой удобный следующие четыре дня вы будете делать практические задания задания которые помогут вам применить сделать так чтобы не как часто бывает в одно вылетело из другого вылетело применить то что вы услышите в своей реальной практической жизни на эти задания мы эти задания будем обсуждать с вами вы будете обсуждать их с другими участниками семинара и с нами у нас будет специальная группа поддержки которая будет с вами работать следующие четыре дня у нас будет игра с тестами головоломками и приключениями если вы хотите во всем этом участвовать то переходите по ссылке оформляйте заявку и в течение завтрашнего дня вы сможете оплатить по льготной цене на этом мы останавливаемся у нас сегодня был очень важный вебинар на котором мы разобрали тему одиночества коротко и ответили на актуальные для вас вопросы а также рассказали о том что нас ждет в ближайшие две недели с вами был Олег Геннадьевич Тарсунов и я Олег Михеев. Всего вам доброго. До свидания.